Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крылья Советов все же не смогли завоевать заветный трофей и уступили в финале Кубка России московскому локомотиву со счетом 1-3. Подробности встречи расскажем в конце выпуска и представим репортаж с эксклюзивными кадрами из Нижнего Новгорода. Архитектурный ансамбль из национальных домов, площадка для семейного отдыха у реки и обновленный дом культуры. Глава Самары Лена Лапушкина побывала в Куйбышевском районе города и проверила объекты благоустройства и социальной сферы. Вместе с главой города в Куйбышевский район отправились и наши корреспонденты. В продолжение темы репортаж Ольги Павловой. Небольшая туркменская юрта, азербайджанский дом из природного камня, подлинные предметы быта и сельскохозяйственный инвентарь. О том, что Самара действительно многонациональная, понимаешь именно здесь. На территории парка дружбы народов более 20 национальных домов и подворий, раскрывающих культуру народов нашего региона. Нам нравится каждый дом. Мы старались, чтобы он был по-своему интересный, отражал самые интересные вещи народа, самые интересные элементы народа. Помимо этого в парке дружбы народов планируют открыть национальную библиотеку, ремесленные мастерские, интерактивные площадки. Гостям обещают экскурсии, мастер-классы и даже организацию национальных свадеб. Все дома в парке имеют одинаковую площадь и выход к воде. Прилегающая территория, это наша зона ответственности, мы будем тоже приводить в порядок. И вся дорога к парку дружбы народов будет чистой, светлой. Еще один не менее популярный в Куйбышевском районе Ерик парк, благоустроенный в прошлом году, уже полностью готов принимать гостей. Территория благополучно пережила морозную самарскую зиму. Хочется в очередной раз призывать, чтобы люди бережно относились к той территории, которая сделана для них и сделана с большой любовью. Новую жизнь обретет и территория по Калининградской 9. Здесь начинается строительство двухэтажного бассейна с шестью дорожками. Оно будет идти в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта в Самаре. Мы уже приступили к реализации. И в середине 2022 года этот объект будет принимать своих первых посетителей. Побывала глава города и в обновленном ДК «Нефтяник». В здании был проведен ремонт фасада, кровли, внутренних помещений. Заменена коммуникация и система электроснабжения. Также дом культуры оснастили новой защитной системой пожаротушения. Убранство и лоск уже по достоинству оценили участники одного из лучших танцевальных коллективов Самары. Отмечают, тренироваться теперь вдвойне приятнее. Эти ребята долго искали себе дом, где можно заниматься, где можно репетировать. Вот мы предложили им ДК «Нефтяникам». Ну, услышали, да, что им действительно все нравится, чисто, светло. А вот здание по улице Калининградской, 42, образцовым не назовешь. Сюда глава города приехала с проверкой по обращению жителей. Люди требуют его снести и привести в порядок территорию. Недавно здесь произошел пожар, большую часть жильцов расселили, но в доме продолжает проживать еще один собственник. Проект на основ здания уже готов. Специалисты начнут работать после выселения последнего собственника и предоставления ему жилья. Глава города поручил департаменту имуществом завершить эту работу до конца года. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Подготовку к следующему отопительному сезону обсудили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары. Прошло первое заседание штаба. С этой недели они станут регулярными. Первый заместитель главы города Владимир Василенко призвал коммунальщиков и ресурсоснабжающей организации оперативно проработать все нюансы. В первую очередь проверить состояние труб теплоснабжения. Их перекладка сейчас идет на пяти участках. Всего в планах переложить трубы на 52 объектах. Жалобы на состояние коммуникации будут отрабатывать через сформированный реестр жалоб и обращений, поступивших от горожан, в том числе через соцсети за прошедший отопительный период. Каждый адрес поручено взять на контроль. Мы все вскрытия, которые на сегодняшний день будем производить по подготовке к зиме, должны быть заделаны до 1 ноября по постоянной схеме. Подчеркиваю, это крайний срок, который мы обязаны будем сделать. Обсудили и проведение капитального ремонта. Теперь фонд капремонта должен будет уведомлять руководство районных администраций о предстоящих работах. Для начала ремонта на любом объекте сотрудникам фонда нужно будет обязательно обозначить адрес, подрядчика, а также назвать четкие сроки выполнения работ. А работы нацеливают вести последовательно сначала в одном подъезде, затем в другом и так далее. Главное при выполнении любых работ – минимизировать неудобства для жителей и не затягиваться выполнением задач, следить за своевременностью завоза необходимых материалов, трудиться в четком соответствии с графиком и укладываться в жесткие сроки. Резюмировали на штабе. В этом году в Самаре к покосу травы приступили раньше обычных сроков. Такое поручение дал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Теплая погода в регионе установилась рано. Трава на газонах к середине мая достигла 15-20 сантиметров, что недопустимо. Запахом свежескошенной травы насладился Михаил Ермоленко. Каждый год в Самаре по наступлению весны на городских улицах начинается покос травы. Представители службы благоустройства вновь и вновь выходят на участки после каждого всхода сорной травы. Сегодня с самого утра на улице Старозагора слышен шум газонокосилок и триммеров. После установления теплой погоды зазеленели не только деревья. На городских газонах активно растет трава, в том числе и аллергенные растения, такие как амброзия. Удаление вредоносных сорняков выполняется вручную. Растения нужно выдергивать с корнем. Их важно ликвидировать, пока не началось цветение и не сформировались семена. Во дворах, а также на придомовых территориях уходом за газонами обязаны заниматься управляющие компании ТСЖ, ЖСК и ТСН. Сейчас только от муниципальных предприятий в Покосе участвует порядка ста сотрудников. К следующей неделе их количество увеличится вдвое. Покос проводят в дневное время, чтобы не создавать неудобства жителям из-за шума косилок. Все сотрудники обеспечены необходимой экипировкой, включая средства защиты глаз. На некоторых газонах высота травы уже превысила 20 сантиметров, а значит, ее необходимо срезать. После Покоса высота зелени на этих участках будет не больше 3-5 сантиметров. Скошенную траву оставляют на газонах, чтобы она подсохла, и ее легче было собрать в пакеты и утрамбовать. Сейчас вот кучкует, потом будут вывозить в ночь. Там в мешки ее прессуют и грузят уже в КамАЗ. А КамАЗ уже на поле был вывозят. Как правило, Покос травы проходит в несколько этапов на протяжении всего весенне-летнего сезона, а при необходимости и осенью. В следующий раз служба благоустройства вернутся на участок, когда растения вновь достигнут 15-20 сантиметров. Своевременный Покос газонной травы не только придает городу опрятный вид, но и значительно облегчает жизнь людям, которые страдают от аллергии. За несоблюдение требований к качеству Покоса предусмотрены штрафы. Контроль осуществляет административная комиссия и курирующее муниципальное учреждение дорожное хозяйство. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Приводят в порядок и городские магистрали. На проспекте Кир в этой ночью в рамках комплексного ремонта на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» укладывали верхний слой проезжей части. Он изготовлен из новой высокопрочной смеси. Автодорога уже преобразилась на площади свыше 11 тысяч квадратных метров. Продолжают обновлять и межрельсовое пространство. С половиной работ подрядчик уже справился. И здесь применили новую литую асфальтобетонную смесь, которая обеспечивает гораздо большую устойчивость к нагрузкам, включая вибрации при движении трамваев. Также ведутся работы по благоустройству тротуаров. 520 квадратов пешеходных зон уже готовы. Здесь также используют новую смесь. При выполнении работы именно на этом объекте запланировано применение трех видов новых асфальтобетонных смесей. А именно на проезжей части, на трамвайном межпути и применение асфальтобетонной смеси на тротуаре. То есть при выполнении работы на объекте асфальтобетонной смеси применяются все в рамках требований, установленных национальным проектом «Безопасные качественные автомобильные дороги». Кроме того, заменят дождеприемники и люки смотровых колодцев на проезжей части, газонах и тротуарах. Смонтируют новый борт, а гранитный камень, который сохранился в достойном состоянии, переустановят. Пятая часть работ позади. Полностью их нужно завершить до 30 августа. Подрядная организация трудится с опережением графика. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Она уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что россияне стали гораздо чаще покупать в ипотеку загородную недвижимость? Это так. Наши сограждане теперь в 3,5 раза чаще оформляют кредит на покупку дач. С чем это связано, расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 14 мая – 74,35 рубля. Евро – 89,93 рубля. Нефть марки «Брент» торгуется на отметке 67,68 доллара за баррель. Сбербанк зафиксировал рост количества ипотечных кредитов на даче в 3,5 раза с начала года. В период с января по апрель банк оформил более 2,5 тысяч ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки. В прошлом году было выдано 724 кредита. Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в 4 раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 миллиардов рублей. За аналогичный период прошлого года – 1,8 миллиард. Больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость выдано в Московской области, в лидерах также Краснодарский край и Санкт-Петербург. Стоимость шоколада резко возрастет под действием небывалых ценовых максимумов на пальмовое масло. Такой прогноз подготовило агентство «Блумберг». По мнению аналитиков, дороже станет и декоративная косметика, и гигиеническая продукция, например, губная помада и зубная паста, при производстве которых также требуется пальмовое масло. За год пандемии цены на пальмовое масло взлетели на 120% при отсутствии ослабления спроса. В основном добывают сырье в Индонезии и Малайзии. Оба государства покрывают 84% мировой потребности в этом продукте. Из-за дефицита рабочих рук, вызванного коронавирусом, выпуск сократился. В то же время самые главные импортеры масла – Китай и Индия – требуют нарастить поставки. Америка полюбила русское мороженое. США в начале года стали лидером среди покупателей холодного лакомства. Россия в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила поставки мороженого на экспорт на 13% до 5,5 тысячи тонн, прежде всего за счет увеличения отгрузок в страны дальнего зарубежья. Основным драйвером стали поставки мороженого в США. Они выросли в 3,5 раза на сумму почти 5 миллионов долларов. На втором месте среди импортеров находится Китай, на третьем месте – Казахстан. Традиционные покупатели российского мороженого в последние годы – Монголия и Украина – находятся на четвертом и пятом местах. Число стран импортеров расширилось с 24 до 35. В частности, поставки были начаты в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-де-Вуар, Сенегал, Конго, Объединенные Арабские Эмираты. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Самарской области продолжается вакцинация. В Самаре и Тольятти в круглосуточном режиме работают кабинеты, где можно сделать прививку. А в отдаленные населенные пункты выезжают мобильные ФАПы. Подробности в нашем сюжете. Вот такие мобильные ФАПы, оснащенные по самым современным медицинским стандартам, приезжают в деревни и села Самарской области. Они закуплены в рамках нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В них могут провести прием пациентов, диагностику, а сейчас они помогают сделать прививки от коронавируса жителям, живущим в отдаленных уголках региона, которым трудно добраться до районной больницы. Мы выезжаем на мобильных ФАПах по населенным пунктам, которые закреплены за нашим врачебным участком. Это Репьевка, Чернигово, Садгород. Выезжаем на предприятие, птицефабрика, раменский кондитерский комбинат. Оповещаем людей и работаем. Житель села Александр Ермолаев рассказывает, коронавирусом не болел, но видел, как мучаются другие. Говорит, хочет оставаться в строю, поэтому возможностью привиться с радостью воспользовался. Главное меня очень устраивает, что создали вот такой передвижной комплекс, автобус. Очень для нас хорошо. Нормально все. Но я привью. Если укола не для здоровья, как нам может быть. Жамал, сын Нармуканова, пришла сделать второй компонент вакцины. От ковида едва не умерла ее подруга. Три месяца она провела на больничном, после еще два ушло на восстановление. Я работаю медсестрой, но я знаю, что как тяжело протекает болезнь, и я не хотела бы сама заболеть. Я каждый раз прививаюсь от гриппа простого. Осенью я прививки сделала. И сейчас от ковида. Прививка от коронавируса добровольная и бесплатная. Сделать ее может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, консультирует. Особенно важно привиться людям, находящимся в группе риска, тем, кто старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. А после прививки нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Виктория Шаре, события. Успеть в последний вагон. Тороператоры предупредили, что мест на российском юге может не хватить всем желающим отдохнуть. Спрос на курорт и возрос еще в майские праздники. При этом отели резко выросли в цене. Куда самарцы планируют отправиться летом и с какими проблемами приходится сталкиваться, узнала Светлана Кудрявцева. Отдых на российских курортах летом станет дороже. Об этом уже предупредили в Общероссийском союзе индустрии гостеприимства. Дело в том, что выросли затраты, дорожают услуги, отельеры закладывают риски на тот случай, если вдруг ведут ограничения. А самое главное, на отдых в России есть высокий спрос. Он вырос еще в майские праздники после закрытия популярных направлений Турции и Танзании и объявления длинных выходных. Многие самарцы в эти дни отправились в путешествие. Помимо Сочи, на самом деле, наши самарцы ездили и в Калининград, благо прямые рейсы отсюда из Самары есть. В Питер очень много народу съездило. Кто-то по Золотому кольцу поехал, кто-то воспользовался началом навигации и взял речные круизы. Свою роль сыграла программа туристического кэшбэка, которую сначала установили до 15 июня, а теперь продлили на весь год. При бронировании туров в России с карты МИР возвращается сумма в 20%, но не больше 20 тысяч рублей. На начало мая такой программой воспользовались уже более миллиона граждан, путешественникам вернули средства на 4 миллиарда рублей. Однако при оформлении туров с кэшбэком многие столкнулись с проблемами. У тех операторов, которые работают с этой программой, стоимость отелей оказалась как раз на 20% выше. Некоторым туристам пришлось отменять отдых из-за роста цен на самолет, ну а тем, кто бронировал комнаты раньше, отказали сами гостиницы. Серьезные у нас претензии к некоторым отелям, поскольку раннее бронирование многие отели провалили. Были забронированы туры в Крыму, полностью оплачены. Но когда начался высокий сезон, то некоторые отели стали отказываться с тем, чтобы продать подороже. Как отмечают в туркомпаниях, цены на отдых в Крыму и Краснодарском крае в майские праздники выросли на 30-50%. Сейчас цены стабилизируются, но к лету обещают новый взлет. Но и тем, кто решит остаться в родном регионе, летом будет что посмотреть, говорят туроператоры. Есть обширная программа по Самарской Луке, Крачейским скалам, в Бузулукский Бордо и просто по городам региона. В чем-то представление Тольятти – это город, связанный с автостроением. Когда люди приезжают и видят красивые пляжи, яхты, Жигулевское море, то совершенно меняется представление о нашем регионе. Это, конечно, Сызрань. Я называю Сызрань такой вот шкатулкой архитектурной. Это и наши муниципальные районы, где тоже есть у каждого своя изюминка. Можно по любому поводу приехать в Самарскую область, отдохнуть, попутешествовать, совместить с каким-то событием ярким, красочным, полечиться. Высокий спрос ожидается летом на турбазах и в санаториях Самарской области. Ждет гостей из столицы региона. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха и путешествий, Самара попала в топ-10 туристических городов Паволжья. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Узнать все самое интересное о Ночи музеев и ничего не пропустить. В Самаре открылся информационный центр, у волонтера которого расскажут жителям и гостям города, какие активности пройдут 15 мая. Где узнать самую актуальную информацию, расскажем в следующем сюжете. Более ста культурных событий организуют в этом году, 15 мая, в рамках акции «Ночь музеев». Чтобы жители и гости Самары не пропустили ничего интересного и узнали, какая программа идет на каждой площадке, в центре города оборудовали информационный центр. Это первый раз в этой акции мы делаем такую специфическую застройку. Во-первых, именно здесь могут люди получить бесплатные карты ночью в музеях. Здесь волонтеры и другие специалисты будут рассказывать, ориентировать горожанам о том, куда можно будет сходить. Потому что, конечно, сориентироваться с такой мобильной программ достаточно тяжело обычному горожанину. Информационный центр будет работать на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской в пятницу с 15 до 20 часов и в субботу с 12 часов до полуночи. А пока завершается строительство централизованной информплощадки, волонтеры уже приступили к работе. Все больше и больше люди вовлечены в эту акцию. Тем более в этом году она очень расширенная. То есть огромное количество нововведений, огромное количество каких-то новых мастер-классов, активностей и так далее. И даже сейчас уже за несколько дней до мероприятия люди интересуются, спрашивают программки. В акции примут участие 150 добровольцев. Они будут работать в пятницу и в субботу на всех площадках, в музеях и в самом информцентре. Мы очень рады, что в этом году музеи наконец-то распахнут свои двери, наконец-то выйдут немножечко из онлайна. Мы рады увидеть лица горожан. Мы соскучились по всем. Мы всем будем очень рады, поэтому обязательно приходите. Всю информацию о ночи музеев можно также узнать на официальном сайте администрации города и на официальном сайте Самара ГИС. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. Мусульмане Самары, как и всего мира, отмечают сегодня один из главнейших религиозных праздников – Ураза-Байрам. Он знаменует окончание поста, который соблюдали на протяжении месяца Рамазан, он же Рамадан. Как встретили Ураза-Байрам в Самаре, увидела Гульфия Сафина. С первыми лучами солнца священный праздник Ураза-Байрам объединил всех мусульман Самары праздничным намазом Гаеб. Впервые намаз проходит с соблюдением масочного режима, а большая часть прихожан разместилась за стенами соборной мечети. Первый день месяца Шавваль по исламскому календарю, согласно мусульманской традиции, является собой не только завершение строгого поста и возвращение к привычной жизни, но и торжество примирения, братства народов и спасения от ада. Сегодня у нас праздник. Упостящегося пророк Мирима сказал две радости. Земная, когда все-таки человек встретился с едой, есть возможность кушать. И радость того, что перед Всевышним, когда придется отвечать за пост, за вот эту обязанность, предписанное деяние, он уже пройдет это испытание легко. С окончанием месяца Рамазан, он же Рамадан, самарским мусульманам передал поздравления и губернатор Дмитрий Азаров. В Самарской области на протяжении многих веков нехто живут, не трудятся представители многих национальностей и конфессий. В связи с чем, ураза Байрана является неотъемлемой частью культурно-историческому наследию. В эти радостные дни желаю всем мусульманам Самарской области мира, добра и благополучия. Праздник ураза будет длиться еще три дня. Согласно предписаниям Корана, это время мусульманам рекомендуется провести с щедрым сердцем. По традиции, после утренней проповеди и намаза принято раздавать милостыню садака и собираться за праздничным столом в кругу самых родных и любимых. Саламу алейкум, с праздником! Суббороза Байран Блян, сезоня, финна, баловарна, да, Байран Блян. В светской жизни Дамир и Вероника Шагидулины прекрасно ладят современными трендами и готовы доказать, что соблюдение религиозных обычаев не проблема для развития. Обращение к традициям своей культуры и веры в молодой семье было единодушным. Праздник Ураза в доме отмечается с таким же размахом, как и Новый год. С национальными блюдами, подарками, шарами и цветами. Из покон веков и бабушки, и дедушки, мы к ним ездили, приезжали в деревню, татарскую деревню, с утра ходили в мечеть, праздничный намаз и вечером уже всех собирали гостей, родственников. Конечно, это очень приятно. Для мусульман это вообще один из самых главных праздников. Это Курбан Байрам, Ураза Байрам. Это два самых главных праздника для мусульман. Гульфия Савина, Николай Епифанов. События. Возвращаемся к самой обсуждаемой теме последних дней – матчу за Кубок России по футболу. Он проходил на стадионе в Нижнем Новгороде, построенном к чемпионату мира 2018 года. В городе организовали отличный прием гостей и сделали прекрасный футбольный праздник. Эксклюзивные кадры перед игрой и после финального свистка нам предоставили коллеги с ННТВ. Дух чемпионата мира по футболу вернулся на пару дней в Нижний Новгород, который принимал финал Кубка России. Город оккупировали поклонники Крыльев и Локомотива, легко отличимые в толпе своей атрибутикой. Перед стадионом, как и в 2018-м, выступления артистов и разные развлечения. И самое главное – надежда в глазах фанатов на победу любимого клуба. Они хорошо идут на самом деле. Они вышли в вышку, поэтому я думаю, что Локомотив последний матч подсел. Надеюсь, что выиграют. Атмосфера просто офигенная. На самом деле у меня сегодня все друзья собрались из разных городов. Мы все консолидировались просто в одном месте. Мне очень приятно здесь находиться в вашем очень уютном городе Нижний Новгород. Так же, как и во время чемпионата мира, для тех, кто не попал на стадион, была организована фан-зона, где транслировался матч. А вот те, кто урвал желанный билет, смогли вживую насладиться потрясающим матчем. Матч самарцы начали активно. Создали несколько моментов у ворот соперника, но счет открыли москвичи на 14-й минуте. Фрунсуако Мано воспользовался ошибкой волжских игроков. Но крылья быстро отыгрались. Идеальную комбинацию завершил Сорвели. До перерыва счет не изменился, хотя в концовке самарцы могли забить. Но железнодорожников спас галкипер Гильерми. В начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота крыльев. 11-метровый реализовал Федор Смолов. Отыграться еще раз волжане не смогли, а ближе к финальному свистку пропустили еще один гол. На 84-й минуте Серкей Рамурилло после подачи с углового переправил мяч в сетку. После игры организаторы представили красивую церемонию награждения. Стадион был подсвечен цветами победителей, а на поле было спроецировано лазерное шоу. Андрей Горгуленко. События. На этом все. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!